Астана на ваших экранах. Здравствуйте, новости столицы, о которых интересно узнать всем в следующие пять минут. На заправку с лакмусовой бумажкой. Три новых подземных перехода. Почему в этом году снега меньше? А также за что дают статус лучшее предприятие? Столичным автолюбителям предложат начать борьбу с заправками, которые наливают некачественный бензин. Национальной лиге потребителей раздадут специальные тестеры, которые позволят определить качество топлива. Для этого достаточно будет капнуть бензин на лакмусовую бумажку. В лиге потребителей будут собирать информацию на нерадивый АЗС. Если их политика не изменится, то в лиге готовы пойти до суда. На безвозмездной основе можно получить единственное, необходимо заключить договор. В этом договоре четко прописано, что люди нам должны вернуть эти тесты и сказать, где качественный, где некачественный бензин. Нам надо обработать эти тесты, всю информацию, полученную от потребителя, сделать карту добросовестных, недобросовестных предпринимателей. То есть основная цель у нас не наказать заправки, обратите внимание. Основная цель у нас предупредить потребителя. В Казахстане из-за некачественного топлива ежегодно выходит из строя около 100 тысяч автомобилей. Кроме того, некачественное топливо вредит здоровью. В первую очередь маленьких детей. Часто очень дети страдают аллергией и так далее и тому подобное. Мы начали выяснять вообще, в чем проблема. И оказалось, что одна из проблем – это некачественный бензин. Дело в том, что все вот те присадки, которые используются, они потом, все эти газы, они скапливаются на уровне ребенка пятилетнего. Три новых подземных перехода построят в Астане в этом году, сообщает Столичное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Они появятся на проспекте Республики, на проспекте Бауржана-Мамушилы. Это возле Дворца Школьников и по улице Сыгана. Также идет проектирование пяти подземных переходов. Разработки усложняют то, что в старом городе очень сужены и очень насыщены инженерными сетями улицы. Поэтому сейчас разрабатывают новые технологии для закрытия движения во время работ. Напомним, что в настоящее время в столице существует шесть подземных переходов, среди которых самый новый, построенный в прошлом году перед Ханшатыром. Также отмечается, что городу необходимо еще 25 подземных переходов. Более 813 тысяч кубометров снега вывезено из Астаны за два месяца зимы. Кстати, в прошлом году эта цифра была на треть больше. За тот же период ровно год назад на полигоне вывезли более миллиона 200 тысяч кубометров снега. В этом году на борьбу со снегом вышло более шести сотен снегоуборочных машин, а в рукопашную почти 400 дорожных работников. При уборке города особое внимание коммунальных служб уделяют магистральным дорогам, остановкам общественного транспорта, объектам в социальной и культурной сфере, общественно значимым местам. Астана-Горархитектура получила европейскую награду БС-Энтерпрайз или лучшее предприятие в сфере архитектуры и строительства за достижение профессиональной деятельности и в области качества. Почетный статус столичное предприятие получило от Европейской бизнес-ассамблеи. Решение озвучили в Лондоне на международной саграторской церемонии Ачивментс-2013. Теперь Астана-Горархитектура внесена в общеевропейский реестр эффективных, динамично развивающихся компаний и регионов. А руководитель компании Касымбек Айтимов получил нагрудный знак БС-менеджеров Е – лучший топ-менеджер года. Сама столица – это ведущая сегодня мировая архитектурная площадка. Есть такое предприятие, как Астана-Горархитектура, которое специализировано в архитектурной организации. Аналогов таких на самом деле нет на европейском пространстве в СНГ. И мы показали те направления, которые мы сегодня разрабатываем и введем. Это по разрешительной системе, по армативным документам, по объединительному плану, по мониторингу города, строящих зданий и сооружений. В 5 минут в день, 5 дней в неделю мы рассказываем вам о самых интересных событиях столицы. Не пропустите новые выпуски в эфире телеканала 24КЗ. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова